В юношеские годы я много фантазировал, как может развиваться игровая индустрия. Не в плане того, что картинку в играх мы не сможем отличить от реальности, хотя эти мысли тоже приходили. Суть заключалась в общей объективизации игр. То, что мы сможем на них не только посмотреть или послушать, но еще и почувствовать. В прямом смысле. В мою голову приходили разные нездоровые бредни. Например, мы с вами ложимся или садимся на кровать, подключаем к своей голове провода и сенсоры и впадаем в, ну, своего рода искусственную кому. Почему? Тело остается, а разум отправляется в компьютер. И игровой персонаж — это мы сами. При этом в игре мы ощущаем не только дуновение ветерка, шелест листвы или сырость воды. Я имею в виду максимальный уровень осязания, в том числе и боль. Представлял, что в будущем людям, скорее всего, будут уже не нужны компьютеры на столе, что мы сможем вживлять их в себя. И при этом они будут нам помогать не только в выполнении каких-то простецких задач, но также дополнять нашу реальность, либо даже менять ее полностью. Если речь касается игр, вообразите, игра индустрия достигла своего порога. Такого понятия, как системные требования, его просто не существует. Мощные компьютеры уже стали не нужны. И я все еще верю, что к этому мы, возможно, придем. Конечно, не сразу, может быть, лет через 100 или 200. Просто, как вы считаете, мог ли Стив Рассел, создатель первой компьютерной игры Space War, предположить, что уже через 60 лет из вот такой графики мы пересядем вот на такую. Простите, не удержался. Ведь если, опять же, вернуться в наше время, лет 10 назад мы не особо верили в виртуальную реальность. Кто-то считал, что это баловство или что-то за гранью фантастики ровно до тех пор, пока не появился Half-Life Alyx, который и дал понять то, что виртуальная реальность может существовать, если она в правильных руках. Что же насчет мощных компов? Вживлять их в себя мы пока еще не научились, к сожалению. Но вот, играть в графонистые игры, без нужды им владеть, я думаю, что сегодня это перестало быть фантастикой. И имя ему — Облачный гейминг. Концепция облачного гейминга впервые была озвучена еще в далеком 2000 году на выставке E3 компании из Японии G-Cluster. Но в то время было невозможно полномасштабно запустить данную технологию из-за банального отсутствия подходящей инфраструктуры. Скорость интернета в те годы оставляла желать лучшего, поэтому идея на какое-то время была, ну, понятное дело, отложена. Первым масштабным сервисом, который начал предоставлять услуги облачного гейминга в 2009 году, был проект OnLife. Создатели компании хотели провести настоящую революцию в игровой индустрии, но, к сожалению, их планам не суждено было сбыться. Индустрия к этому была явно не готова, но технология, которая позволит отказаться от покупки дорогостоящих устройств, вызывала огромный интерес. Также интерес подогревали внезапно появившиеся конкуренты, одним из которых оказался Гайкай. Возможность войны между этими компаниями приковала взгляды миллионов, но, к сожалению, шоу так и не случилось. С каждым годом оба сервиса сталкивались просто с огромными проблемами и больше всего доставалось амбициозный онлайф, потому что именно их маркетологи громче всех трендили о поддержке крупных издателей, но по итогу сервис ушел в темноту и отмалчивался. Иногда высказывался о том, что все хорошо, подкрепляя свои слова огромными цифрами, но в действительности сервисом пользовались не более 20 тысяч человек, когда речь шла о нескольких миллионах. Как итог, онлайф тихо умерла и отправилась в качестве технологии под крыло Sony. Игры в сервисе шли не идеально, с обрывами и зависаниями, что послужило причиной оттока пользователей. Из-за того, что онлайф стремилась покорить ПК-сектор, библиотека сервиса была небольшой все из-за того, что каждую новую игру нужно было адаптировать под фирменный геймпад и приставку-ресивер. Поэтому свежие новинки появлялись очень медленно. Гайкае повезло намного больше. Для показа журналистам были использованы не очень требовательные игры по типу Spore или игры серии Lego, и они особо не спешили полноценно выходить на рынок, обуславливая это бесконечными доработками. Но, скорее всего, в Гайкае понимали то, что требования у игр растут, значит, это требует постоянного увеличения мощностей, что было, по идее, нерентабельно. Поэтому, когда Sony предложили выкупить Гайкай, те сразу согласились. Таким образом, имея два облачных сервиса, Sony и сделала многим известный PlayStation Now, с которым, увы, тоже не все так хорошо, потому что имеет множество проблем, как региональных, так и технических, однако прогресс с каждым годом растет. Насколько я вообще хорошо знаю Sony, они не выкупают сторонние фирмы или технологии просто так. Если кто-то из вышки видит какую-то перспективу в проекте, они доведут его до идеала. Вопросом остается лишь время. Сделать, так сказать, пробег. Вспомните историю появления PlayStation. На тот момент Sony как-то не особо верили в игровой рынок, а на деле как потом долбануло, почти вся игра индустрии перевернулась ног на голову. И, скорее всего, PlayStation Now будет неким серьезным фундаментом для реализации будущей PlayStation 6, потому что я почти уверен, что следующее поколение консолей Sony, возможно, не вывезет по причине затрат на железо. С каждым новым поколением производство консолей становится все дороже и дороже. Продавать товар, сопоставимый с ее себестоимостью, очень рискованно. Консоль бы просто никто не купил, потому компании и приходят толкать ее в убыток и окупаться за счет самих игр, которые, как вы сами заметили, тоже подорожали. Да, тут, может быть, кто-то скажет, что это связано с подорожанием производства самих игр, но лично я считаю, что это лишь половина правды. Возвращаясь к вопросу про облачный гейминг, есть ли у него хоть какие-то перспективы сейчас, или это лишь очередная выкачка денег? На такой вопрос вам пока никто не даст точного ответа, потому что истинная проблема его реализации кроется в самом интернете. Не в каждой стране он реализован как положено, а чтобы проект увидел свет, он должен быть в первую очередь доступным и лишен каких-либо преград. О чем тут вообще можно говорить, если даже сейчас мне постоянно твердят, что консолям нужен привод только из-за того, что кто-то там живет в какой-то сраке, и для них не представляется возможным быстро скачать игру, хотя, к примеру, в нашей стране чуть ли не самый доступный интернет. Не скажу, что самый быстрый, но он дешевый по сравнению с другими странами. При всем при этом, в плане облачного гейминга конкуренция растет, и она будет расти. Именно она двигатель прогресса. Сервисов, предоставляющие такие услуги, сейчас хватает. Вопрос только в том, что они дают сейчас. И чтобы на это ответить, пройдемся по самому доступному варианту для нашей страны, GeForce Now. Но сперва минутка вашей любимой интеграции. До нового года осталось чуть больше суток, и в честь этого имба-энерджи запускает предновогоднюю распродажу на весь ассортимент своих товаров. Игровые ковры, капсулы для повышения иммунитета и мозговой активности, и, конечно же, игровые энергетики. Что? Ни разу не пробовал растворимый энергетик? Сейчас поясню. Имба-энерджи — это практически самая доступная энергия в чистом виде, не вызывает привыкания, имеет дюжину разнообразных вкусов, отсутствует сахар, а значит, эффект не выдохнется через 20 минут, ну и, конечно же, заряжает на все 100. Энергетик, хоть и игровой, но это не значит, что его нельзя употреблять вне потных и тяжелых каток за варзоны, доты или контроль после нового года, особенно если первого числа кто-то выходит на работу. Мои соболезнования. Энергия будет нужна как нельзя кстати. Ммм, я тут кое-что вспомнил. Где-то полгода назад я интересовался, когда появится имба со вкусом рассола. Вы что думали, я шутил? Энергии много не бывает, ровно так же, как и не бывает бесконечных распродаж. Затаривайся перед Новым годом по полной и не забывай вводить промокод 2021, чтобы получить скидку в 25% на любой ассортимент товаров. Предложения действуют только до 31 декабря. Переходи по ссылке в описании и становись имбой прямо сейчас. Для ознакомления с GeForce Now сперва мы переходим на официальный сайт gfn.ru и скачаем специальную утилиту. Тут можно обратить внимание, что скачать ее можно не только на винду, а еще на Mac, Android или даже вовсе играть с браузера. Но насчет последнего я сомневаюсь, что это решение будет стабильным, хоть я и не проверял, потому сразу накачу софтину на винду. После установки нужно обязательно пройти регистрацию либо ввести данные уже имеющегося у вас аккаунта. Например, вы могли его использовать при регистрации GeForce Experience либо зайти вовсе с Google аккаунта. Вот, собственно говоря, нас встречает главный меню с на первый взгляд не очень внушительным каталогом игр, но на самом деле тут есть свое объяснение. Начнем с того, что этому сервису ему по сути год. Не конкретно GeForce Now, ему вроде как уже лет пять, а именно сайту и приложению, благодаря которому стало и возможно проходить игр с любых устройств, потому что до этого GeForce Now вроде как была эксклюзивной фишкой для своей ТВ-приставки Nvidia Shield. Второе замечание, наверное, больше связано с самой программой, потому что тут нету какой-то адекватной сортировки по жанрам, разработчикам и так далее. То есть нет, есть какие-то там на похуй сделанные разделы, как игры с RTX, популярные классика и прочее, что на самом деле потенциального пользователя немножко может ввести в заблуждение. Но если обратиться к поиску, введем, например, Assassin's Creed, то мы видим список из всех частей. А теперь давайте мы введем Doom какой-нибудь. Его тут нет, но зато есть квака. И на самом-то деле это очень обидно, то что здесь нет того же самого Doom Eternal, потому что, на мой взгляд, эта игра прекрасно могла бы показать стабильность облачного гейминга из-за того, что сама игра очень быстрая. Вариантов тут только два. Либо Nvidia засало ее добавлять, потому что картинка тупо будет сыпаться, либо запретил сам издатель. По хрен его знает, каким причинам, не исключено, что по таким же техническим. То есть да, каких-то игр тут легко может не оказаться. Большая ли это проблема? Я бы сказал, что нет, потому что свежих новинок тут просто гора. Тот же Кибербак, простите, Киберпанк 2077, Вальгала, ВД-шка Легион, Ведьмак 3. Ну, это не новинка, но игра, по крайней мере, известна всем. Контрол, Ларка, игр тут уйма. Но есть один момент, эти игры не бесплатные. Их нужно покупать, но спасибо хоть на том, что это не нужно делать дважды, как у той же Google Стадии. Прикол в том, что здесь можно синхронизировать аккаунты Steam, Ubisoft Connect, Gay Store и GOG Galaxy. То есть, если у вас есть игры, купленные на этих площадках, покупать их повторно не надо. Но! И тут не без говна, к сожалению. Давайте посмотрим, где у нас доступен Киберпанк. Это GOG Galaxy, Epic Game, Steam. Все хорошо, претензий ноль. Смотрим теперь Ведьмака. И вот тут нам пишут, что нужен только Steam. Хотя, если мы забьем его в поиске, мы находим еще и Epic Store. А GOG Galaxy нету. Это, на мой взгляд, уже серьезный косяк. Во-первых, беспорядок в сервисе. Во-вторых, нет поддержки всех магазинов. У меня нету Ведьмака в Стиме, следовательно, сыграть я не смогу. И если такое совпадет и у вас, то, по сути, из-за халтуры сервиса вам необходимо будет покупать игру второй раз. Одно дело, я бы понял, если бы у Киберсраки не было GOG в списке. Может быть, издатель запретил похуй знает каким причинам, но ведь он же там на месте, а игра вышла позже Ведьмака. GFN, исправляйте это позорище и приведите в порядок то, что у вас есть сейчас из остального каталога. Это даже не обсуждается. Давайте мы теперь затестим скорость соединения моего интернета и узнаем, насколько я вообще достоин подобного гейминга. Насколько мне известно, в России у GFN есть только один сервер и находится он в Москве, следовательно, максимальное преимущество получают именно москвичи. Я же нахожусь в Самарской области, в Тольятти, это примерно тысячи километров от столицы. Вот, собственно говоря, статистика моего интернета. Почти 150 мегабит загрузка и около сотки отдачи. По текущим меркам результат, ну, вполне себе неплохой. Теперь, давайте проверим уже сеть в самой программе. И тут нам пишут, что с соединением у меня все хорошо. Более того, я превзошел рекомендуемые пункты в плане задержки и возможной потери данных при стриминге. Значит, в теории у меня не просто должно быть все хорошо, а буквально летать. Так ли это или нет? Давайте заценим. Assassin's Creed Valhalla. Максимальное качество, Full HD разрешение, причем, сделаю, наверное, такую важную пометку, это самое максимальное разрешение, которое можно выставить в GFN. Не конкретно в Assassin's Creed, а вообще везде. И тут я уже предвкушаю вопросы, а где мои Quad HD? Где 4K? Я хочу 4K 60 FPS? Ну, блять, мало ли, чего вы там хотите. Начнем с того, что года 3-4 назад, если где-то облачный сервис мог предоставлять хотя бы 720p и 30 кадров, и при этом без тормозов и лагов, это, по сути, уже была победа. GFN же нам предлагает Full HD разрешение, ультра настройки на любых играх, включая трассировку, мы, конечно же, это тоже потестим, и самое главное, 60 FPS. Честно говоря, год назад я как-то слабо верил в эти сказки, маркетологи, сами знаете, они очень любят красиво пиздеть, не всегда в хорошем смысле, но, тем не менее, мы видим то, что их заява не так уж и далеко от правды. Да, 60 кадров мы имеем, пусть и с проседами, ну, ёптите, это ассасин, он на любом железе будет себя так вести, но на самом деле, скажу как есть, даже если эти 60 кадров были бы стабильные, это мало бы на что повлияло. Я имею в виду стабильность самого изображения и качества стриминга, то есть если к разрешению претензий у меня по сути нет, потому что картинка более-менее чёткая, нет какой-то жёсткой пикселизации, артефактов и прочей херни, то вот плавность как-то немного страдает именно при 60 кадрах, потому что они ощущаются рвано, даже если спустить качество игры до минималок. Особенно сильно это ощутимо при игре на геймпаде. Плавность вроде и есть, но её как будто не достаёт. Иногда картинка может на долю секунды фризануть, причём случается это, ну не сказал бы, что прям редко. Кроме того, это прямо влияет на звук в игре, потому что вместе с фризами он тоже будет слегка пропадать или будут слышны помехи. На видосе показать такую хуйню довольно тяжело, это нужно попробовать самому, но вот если мы спустим показатель кадров до 30, проблема решается моментально и плавность камеры работает как положено, вместе с ним выравнивается и звук, возникает ощущение, что ты реально играешь как будто за ПК. И кстати, пользуясь случаем, давайте мы проверим задержку. Твою мать, эта игра запущена не с моего компа, это реально облачный сервис, это действительно такая низкая задержка, я сам в ахуе. Так, я могу в принципе профануть, а то подумают, блять, что запустил со своего компа, поставил там, блять, низкое разрешение, вот, где, вот, Cyberpunk 2077 в GeForce Now, заходим в диспетчер задач, в списке нету игры, нету запущенной отдельной игры, есть просто NVIDIA GeForce Now, все, больше ничего нет, можно даже на загруженность посмотреть, вот, загрузка ЦП, память, графический чип, 18, блять, процентов, мне в натуре нет смысла пиздеть, окей, давайте мы немного повысим градус, запустим Cyberpunk, пройдемся вот прям вообще по хардкору, выставим на максимум все, включая трассировку, иииииииииии, ебать мой лысый хуй, оно работает, реально работает, кадры, если что, я не понижал, тут по умолчанию пока стоит 60, вот только как в случае с Ассасином, плавность тут такая же рваная, картинка может изредка стартерить, ну и плюс, прибавляются реальные проседы, на ультрак с максимальной трассировкой, компы GFN как-то не вывозят, 60 кадров отчетливо ощущаются проседы до 40, в редких случаях до 30, но не более, ниже 30 картинка по идее не проседала ни разу, как и в случае с прошлой игрой, производительность я также вручную спустил наполовину и просто залипну где-то часа на два уж точно, для примера ради, мой компьютер с RTX 2080 Super, он не вывозит этот кусок недопиленного кала с трассировкой вообще, да, у меня и разрешение чуть повыше, примерно 3К, но и качество у меня стоит не ультра, а где-то средне-высокое, тут же почти идеал, все на ультрах, с трассировкой, без потери качества, без каких-то жестких стартеров, при 30 кадрах, вы представляете, как консольщики-то вообще проходят эту игру, картинка убита в хлам, игра лагает страшно даже с патчами, текстуры местами не прогружаются, и при этом люди заплатили 4К за эту срань, ребят, если вы смогли вернуть деньги, если у вас нет возможности купить PlayStation 5, еще бы она была, перекупщики, чтоб вы сдохли, или собрать нормальный ПК, и при этом у вас хороший интернет, играйте лучше тут, купите игру на Steam или GOG, вы с трассировочкой поиграете, с графоном, у вас даже сдача останется, кстати, что вообще по цене, ведь недостаточно игру просто купить, смотрите, есть два стула, на одном бесплатная подписка, на другом платная, что по бесплатной, с ней на самом деле довольно много костылей, но учитывая то, что денег как бы за это вы не платите, то и ругать сервис-то особо-то и не за что, бесплатная подписка по большому-то счету, она и не предназначена для того, чтобы с ней играли на постоянке, нет, играть конечно все равно можно, кто-то так даже и делает, но есть два, даже почти три серьезных момента, где я бы не советовал долго играть бесплатно, первое это очереди, они огромные, знаете, вот как в Советском Союзе люди торчали в очередях за толчевкой, хлебом или колбасой по несколько часов, тут в плане времени ситуация не больно-то и отличается, к тому же это еще и рандом, то есть очередь может длиться и 20 минут, и час, три часа, но вот месяца три назад, когда я впервые скачал себе GFN, самая долгая очередь с бесплатной подпиской, у меня была часов 5-6 где-то, причем, это мне еще даже крупно повезло, когда я стримил GFN, люди в чате писали то, что они по 10 часов ждали, откуда у вас такие нервы, кто вы блять такие, и это при том, что играть вы сможете не больше часа, это если бесплатно, тут имеется в виду не больше одного часа за раз, а не в день, то есть когда таймер протикал, игра закрывается и можно будет перезайти, если вы опять готовы ждать, это второй момент, третий, вам не дадут поиграть с трассировкой лучей, да, звучит на первый взгляд, конечно грустно и неприятно, но блин, содержать и обслуживать сервера ведь тоже как-то надо, думаете это все делается бесплатно? Окей, то есть если бы у сервиса не было такого ограничения с одним часом и отсутствием трассировки, в бесплатной подписке было бы тоже мало чего хорошего, потому что очереди могли бы возрасти в десятки, если не в сотни раз, о чем тут можно говорить, если даже в платной подписке изредка можно напороться на такую хуйню, особенно в час пик, да, они рассасываются быстро, но даже там они встречаются, в чем лично я вижу преимущество бесплатной подписки, ну только в том, чтобы проверить стабильность соединения с вашим интернетом, запустить что-нибудь графонистое, в случае чего пошаманить с настройками битрейта, чтобы понять какой поток данных вам нужен, чтобы не было проблем, убедившись, что соединение у вас нормальное, без каких-либо серьезных костылей, если вас все устраивает, то только тогда я и рекомендую оформить платную подписку, тем более, что она не такая и дорогая, всего 1000 в месяц, да, игры нужно покупать отдельно, ну так это нормально, вы просто арендуете сервера, другое дело, стоила бы она не 1000, а например 5 или более 1000 за месяц, то тут уже да, еще можно было бы повозмущаться, кроме того, если вы услышали о GFN только сейчас, можете воспользоваться моим промокодом, немного сэкономите для первого раза. И под конец, хочу ответить самому себе, стал бы пользоваться этим сервисом я? Нет, по крайней мере, не так часто, потому что особой нужды у меня в этом нет, у меня есть нормальный ПК, который выводит все, пусть и не на ультрах, у меня есть монитор формата 21 к 9 с разрешением 3440 на 1440, который не подходит для облака, там только Full HD, и еще у меня есть PlayStation 5, где тоже с графоном все отлично, и я пока что могу себе позволить покупать на нее игры, хоть и не часто. Со скрипом могу сказать, что GFN я бы мог юзать в поездках, через ноут, у которого не работает дискретка, например, в Москве, когда я ночую у брата, я, кстати, там тоже тестировал облако, причем по Wi-Fi, и проблем по сути не было тоже. Кстати говоря, на сайте написано, что для стабильного беспроводного соединения нужны 5 гигагерцовые роутеры, но на самом деле все это брехня, модели попроще тоже подойдут с лихвой, но, конечно, если у вас совсем какое-то древнее оборудование или вообще мобильный интернет, конечно, этого может не хватить, если у вас относительно современный роутер, которому года 2-3, должно спокойно прокатить. Но лучше всего, чтобы это был, конечно, провод. Тут нужна стабильность. Субтитры подогнал «Симон»!